Память Генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 года, князь Петр Иванович Багратион, происходил из древнейшего, рода Грузии, давшего много грузинских и армянских царей. Петр Иванович Багратион родился в 1765 году в городе Кизляре в семье полковника русской армии Ивана Багратиона. В 1782 году Петр Багратион был определен князем Григорием Потемкиным в Кавказский мушкетный полк сержантом. Багратион принял участие в ряде экспедиций и походов против непокорных горцев. В одной из стычек с чеченцами он был тяжело ранен и остался на поле сражения в груди убитых и раненых. Горцы его узнали, перевязали и из признательности к отцу Багратиона, оказавшему им когда-то услугу, доставили воина в русский ладель без выкупа. В 1788 году Багратион участвовал в штурме Очакова. За боевые отличия в этих походах и штурмах Багратион получил последовательно все офицерские чины до премьер-майора. В этом звании он был переведен в Софистий карабинерный полк под командованием Александра Васильевича Суворова, в составе которого выступил в 1794 году в поход против Польши. Командуя одним экскадроном карабинерного полка, Багратион участвовал во всех делах, решивших судьбу кампании. Особенно он отличился в боях при местечке Броды, где обратил в бегство значительно превосходящие силы противника, захватив более 250 пленных и орудия. В награду он получил чин подполковника. Во время штурма в бою под Прагой Багратион стремительным натиском опротинул неприятельскую кавалерию, обратил ее в бегство и гнал до самой Вислы. Он был отмечен личной благодарностью Суворова, который, ласково называя Багратиона князем Петром, оказывал ему особое уважение и доверие. В 1798 году Багратион был произведен в полковнике. В феврале 1799 года в генерал-майоры. В 1799 году в итальянском походе под предводительством Суворова Багратион, командуя авангардом армии, взял штурмом цитадель города Бреша. Атаковал и занял город Лекко. В бою был ранен пулей в ногу, но остался в строю, продолжая руководить. В легендарном походе суворовских войск через Швейцарию Багратион шел во главе армии, первым принимая на себя все удары противника, преодолевая все преграды дикой природы гор. Когда русские войска благополучно выбрались из-за подни, в которые заманил их не только противник, но и союзник, в полку Багратиона оставалось 16 офицеров и 300 нижних чинов. Александр Суворов приписывал Багратиону важную роль в итальянском походе и обращал на него внимание императора Павла, как на отличившегося генерала, достойного высших степеней. В 1800 году, по возвращению в Россию, Багратион был назначен шефом лепгвардии Егерского батальона, переформированного впоследствии в полк. В 1805 году в русско-австро-французской войне Багратиону был поручен авангард армии под командованием Михаила Голенищева-Кутузова, назначенной для помощи Австрии. Едва войска вступили в пределы Австрии, как благодаря капитуляции союзной австрийской армии под Ульмом, русский корпус очутился перед семью французскими корпусами, имея в тылу Дунай. Кутузов начал поспешное отступление к русским границам, и авангард Багратиона обратился в арьергард, который рядом упорных боев сдерживал противника и дал армии возможность выбраться из-за подней. Но едва она перешла на севере Австрии на левый берег Дуная, как Вена сдалась Наполеону, и тот бросился на перерез пути отступления Кутузова. Критическое положение русской армии спас Багратион, которому Кутузов приказал любой ценой задержать французов. Прощаясь, Михаил Кутузов перекрестил его, как обреченного на смерть. 16 ноября 1805 года около деревни Шенграбен с 6000 гренадерами против 30000 французского войска Багратион вступил в 8-часовой кровопролитный бой. Он не покинул позиции даже тогда, когда дивизия Клода Ленграна зашла ему в тыл. Получив известие, что русская армия находится вне опасности, потеряв около 2000 человек, Багратион штыками проложил путь через кольцо французских войск и присоединился к армии, приведя с собой пленных и принеся французское знамя. За этот подвиг он был произведен генерал-лейтенантой, а 6-й егерский полк, первый из полков русской армии, получил в награду серебряные трубы с диоргиевскими лентами. 2 декабря 1805 года в сражении у города Аустерлиц авангард Багратиона составил крайний правый фланг боевого расположения союзной армии. И когда колонны ее центра были рассеяны, он подвергся жестокому натиску противника, но устоял и прикрыл отступление разбитой армии, снова став ее арьергардом. Петр Багратион участвовал в русско-прусско-французской войне 1806-1807 годов, командуя 4-й дивизией. Отличился в сражении, где командовал авангардом русских войск и отразил все атаки французов. Во время шведской войны 1808-1809 годов командовал 21-й пехотной дивизией и в 1808 году действовал в Южной Финляндии, очистив от шведов побережья от города Або до города Ваза. В марте 1809 года отряд им возглавляемый перешел по льду Ботнического залива на Аланские острова, за что Багратион был пожалован в генералы от инфантерии. В мае 1809 года он был назначен главнокомандующим Дунайской армии. Под руководством князя русские войска овладели рядом крепостей на Дунае и разгромили турок. За эти победы Багратион получил орден святого апостола Андрея Первозванного. С января 1811 года Багратион был назначен главнокомандующим Подольской армии в составе 45 тысяч человек и 216 орудий, переименованной в марте 1812 года во Вторую Западную армию. Предвидя возможность вторжения армии Наполеона в пределы России, он представил императору Александру Первому план заблаговременной подготовки к войне, построенный на идее наступления. Предпочтение государя было отдано плану Барклая-де-Толи, и Отечественная война началась с отступлением обеих русских западных армий. В начале Отечественной войны 1812 года Петр Багратион искусным маневром вывел из Волковыска к Смоленску Вторую Западную армию на соединение с Первой Западной армией Михаила Барклая-де-Толи, что позволило сорвать замыслы Наполеона разгромить в приграничной полосе русские армии Порзень. В Бородинском сражении 7 сентября 1812 года армия Багратиона, составляя левое крыло русских войск, отразила все атаки французской армии. Во время очередной атаки Багратион был смертельно ранен в бедро. Он не хотел оставлять поле боя, пока ему не донесут о результатах только что начавшейся атаки, и продолжал командование под огнем. Из-за большой потери крови полководца унеслись в поле сражения и отправили в Москву. Сначала лечение шло успешно, но переезд из Москвы в Симы в имение его друга князя Бориса Голицына по тряске дороги, сырая осенняя погода, повлекли осложнения. Началась гангрена. Князь категорически отказался от предложения врачей ампутировать ногу. 24 сентября 1812 года Петр Багратион скончался в страшных мучениях в Симах, где и был погребен Богоявленской церкви. Боевая деятельность Багратиона насчитывала 20 походов и войн, 150 сражений, боев и стычек. Он был награжден орденами России и иностранных государств. Своим образом жизни в походе и на войне Багратион напоминал Суворова. Он спал всегда одетым, не более 3-4 часов в сутки, был неприхотлив в пище и жилье. Он хорошо разбирался в характере и особенностях современных ему войн, быстро ориентировался в боевой обстановке, принимал смелые решения и без колебаний проводил их в жизнь. Багратион был одним из инициаторов и организаторов партизанского движения в Отечественной войне 1812 года. В июле 1839 года по приказу императора Николая I при торжественном участии в войск останки князя Петра Багратиона были захоронены в ограде памятника павшим воинам на Бородинском поле. Памятники Багратиону установлены в Тизляре, Багратионости, Москве и других городах. Кодовое название Багратион носила в 1944 году операция Советской Армии, в ходе которой была освобождена территория Белоруссии. В 1946 году городу Прейсиш-Илау было присвоено имя Петра Багратиона, и он был переименован Багратионск. Не зря, когда был ранен он На Бородинском смертном поле Позликовал Наполеон Кутузов застонал от боли Еще дышал, еще тоска Таилась в обреченном теле Ну что сраженье, как Москва Глаза надеждаю горели Ну что сраженье, как Москва Глаза надеждаю горели В нем жизни страдальчески светятся Еще дрожала, замирая Так враг в Москве и рухнул князь Бинты кровавые срывая Так враг в Москве и рухнул князь Бинты кровавые срывая Ты в тот момент в огне звезда Зажглась в сиянье небывалом Грузинский князь, он навсегда Остался русским генералом Грузинский князь, он навсегда Остался русским генералом Грузинский князь, он навсегда Говори ли, под облака Голоколов церковных звоны Говори ли, под облака Голоколов церковных звоны Есть у него багратионы